Некогда этот разрушающийся дом культуры украшал Мурмина. Вокруг него была сосредоточена вся культурно-досуговая жизнь. Но если раньше это была гордость поселка, то сегодня настоящая головная боль. Сейчас состояние его оставляет желать лучшего. Окна разбиты внутри груды мусора. Вот уже несколько лет все развалено, молодежи вообще негде собраться. Предоставлены сами себе подворотни. Такой большой поселок и ничего не организован для досуга. Даже школьникам никаких кружков негде собраться. Ну мы пропадаем, я скажу прям так вам сразу. Давно бы надо быть тревогу по этому поводу. Вот у меня внук подрос сейчас уже, ну 17 лет ему. Никуда вечером выйти некуда. У нас очень плохое положение вот в смысле отдыха молодежи. Если бы нас в ДК бы отстроили, вон который развалюха стоит, не строится, и вокруг него очень много грязи. А построили мы бы с удовольствием бы ходили. Потому что наши очень мурманские, многие пенсионеры едут в Рязань. Кто в филармонию, кто в МКЦ по пригласительным билетам. А иногда и за свой счет. Но нам это невыгодно. Дорога дорогая, пока билет купить. А здесь мы бы с удовольствием бы ходили. ДК принадлежит предприятию, которое не стало вкладываться в непрофильный актив. Как результат здание разваливается. Вроде бы помещение есть, а использовать его нельзя. Этот дом культуры уже не украшение поселка, а скорее наоборот. Жители Мурмина говорят, что раньше они постоянно ходили в ДК. Вспоминают концерты и мероприятия, которые были здесь. Сейчас, по их словам, сходить в поселки некуда. Приходится ездить в Рязань или сидеть дома. Ходили на танцы, в кино, на собрания ходили. Да, Люда? А сейчас куда? Сейчас вот на улице будем в 7 часов собираться. А в этом здании у нас мы проводили, ну каких только мероприятий у нас не было. Это все. И начиная от ясельных детей, которые там и елки, и все утренники, и все. Ну вообще и все собрания, и все чествования наших всех ветеранов. Ну и все День Победы. Везде собирались мы возле этого ДК. Вы понимаете? Ну жизнь была. Ну а в поселке должно же быть так. А в итоге у нас ничего нет. Наша съемочная группа выяснила, что восстанавливать старое ДК не собираются. А вот отстроить новое планируют. Новый проект будет включать спортивный комплекс, библиотеку, концертный зал и многое другое. В ДК будет также находиться администрация. Такой проект обойдется примерно в 180 миллионов рублей. Заказали новый. У нас уже проект года 4 уже есть. Бьем все инстанции, по всем ходим, добиваемся. Обещают, все обещают. Но пока в этом году не планируют. Запланировали нам ДК. План включить только в рассматривание в 2020 году. Проблема одна в России. Деньги не взять. В этом году строится ДК в Рязанском районе в Ровном. Потом будет строиться в 2020 году в Касимовском районе. Как бы нам власти говорят. Ну а потом может дойдет очередь и до нас. Когда будет построено новое здание ДК, покажет время. Мы будем следить за развитием ситуации. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».